Приветствую вас. Ситуация заключается в следующем, что сейчас вы, естественно, переживаете далеко не самый лучший период в своей жизни, вы не сказали, сколько лет, а вам вы не написали, сколько лет вашему молодому человеку, это была бы полезная информация, конечно, но тем не менее, тем не менее. Ага, сейчас период для вас явно не самый лучший, вот, остались вы только вчера, понимаю, что вам тяжело, понимаю, что вам сейчас больно, плохо, но постарайтесь понять, что причиной расставания стало не только ваше поведение, но и его модель отношения к вам, его реакция по отношению к вам. То есть дело не только в вас, дело еще и в том, как он себя вел, делал, что он делал, как он поступал. То есть дело еще в этом. Но началось все с того, что у вас появилась потребность в его внимании. началось все с того, что вы стали нуждаться в нем как бы, наверное, сильнее, сильнее, чем раньше, сильнее, чем до этого. А это значит, что вы стали на него полагаться. И полагаться вы стали на него, скорее всего, не просто так. Понимаете, нуждаемость в человеке, да, да, рождает зависимость. И у вас на лицо признаки этой самой зависимости. Я, конечно, не знаю, вот, надумается мне, что такое вот зависимое поведение, да, в ваших странах, страны, ну, вряд ли может служить хорошим подспорьем для отношений между вами. поэтому я рекомендую вам, если вы своего молодого человека любите, если вы своего молодого человека уважаете, если вы своего молодого человека цените, то я рекомендую вам постараться принять его позицию на данный момент, ибо она такая, эта позиция, что он хочет время, ему нужно время для того, чтобы подумать на того, чтобы решить что-то для себя, и вам это время нужно ему дать. Если еще раз повторю, вы им действительно дорожите, если вы действительно один ходите с ним, если вы его любите. себя же вам необходимо проанализировать так же, вот, и постараться увидеть в чем и почему у вас начало проявлять это желание. Желание быть с ним, желание его внимания, потребности в этом и так далее. Чем это продиктовано? Страхом одиночества может быть, может быть чем-то еще, да? но в любом случае, в любом случае, как бы там ни было, и что бы там ни было, вам необходимо это все проанализировать. Для того, чтобы понять, в чем именно вы нуждаетесь, чего именно вам хочется, что именно вам необходимо и постараться это получить само стоято. Вот в принципе то, что можно вам выразить. Как это сделать? В чем именно вы нуждаетесь? Понимаю, вопрос такой, достаточно серьезный, но с этим можно работать. С этим можно работать. То есть определенно вас что-то спровоцировало. И тонкость вся в том, чтобы понять, что именно провоцировало вас на это, на это, ну, может быть, знаете, на это поведение, на эту модель поведения и так далее, на это отношение к монотому человеку. нудно постараться подумать об этом и воспользоваться передышкой, которая у вас есть сейчас как раз для того, чтобы нормализовать свое восприятие тому себя. Понять, что вы не просто так давили человека, вы не просто так это делали. У вас были на это основания. Вы хотели это сделать. Вам это было нужно сделать. А это значит, что есть какая-то потребность. И это потребность, самое что главное, это потребность. Она просто так не уйдет. Она не исчернет. Просто так. Ее нужно найти и постараться реализовать правиль. Поэтому сейчас постарайтесь принять предложение своего молодого человека в контексте дружбы. Потому что для вас это единственный способ я говорю сейчас абсолютно серьезно. Для нас это единственный способ сохранить отношения с ним. Вот. Удержать его может быть рядом с собой удержать его как бы около себя, чтобы он не ушел от вас. Чтобы он не убежал, чтобы он окончательно не отдалился. Для нас это единственный способ. если вы хотите его вернуть, то нужна работа над собой. К сожалению. К сожалению. поэтому тут к психологу записывайтесь и начинаете анализировать. Вот. Потом мне жутко стало не хватать от него внимания. Вот потом однажды мне стало жутко не хватать внимания. почему? Это именно то, что сделало ваши отношения невозможными на данный момент. Но это одновременно и то, что может сделать их более целостными, более мудрыми, более глубокими, если вы подойдете к этому процессу грамма. Вот. Не нужно обвинять сейчас своего молодого человека и кого бы то ни было еще в том, что случилось. Не нужно обвинять никого. Потому что молодой человек поступил так, как он мог, так, как он, может быть, хотел. и никто не праве его за это осуждать. Вы можете, вы можете сделать только так, чтобы он больше не захотел. от вас уходить. Но это зависит напрямую от вас. То есть если вы будете от него постоянно требовать, чего он, например, не сможет вам дать, допустим, то естественно он уйдет. По-другому не может быть. Так что подумайте, чего вам не хватает, почему вы стали себя так вести, что застарило. И постарайтесь быть более ненависим. Сейчас я рекомендую вам оставить все как есть. То есть человеку не приставать, его не дергать, не дергать. потому что в этом не будет ничего хорошего для вас. Дайте ему время отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями, собой, со своими чувствами, с желаниями, потребностями. А потом уже будет понятно. То есть сейчас нужно чтобы вы побыли без него. Сейчас это прямо вот необходимо. А дальше будет понятно. Но без работы над собой, без работы над своими потребностями, над своим поведением, без анализа своих чувств и так далее. Ситуация рискует оказаться такой... Ситуация рискует повториться снова и снова. Повторяться точнее снова и снова. Если вам этого не хочется, если вам этого не хочется, я думаю, что вам этого не хочется, вот, то обязательно начинайте работать. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. позже. Пока. Субтитры Продолжение следует...